Привет, зритель! Я так давно не делала обзоров покупок еды, что сегодня специально решила обозреть. В общем, я гоняла в пятёрку, мне хотелось яиц. И прогуляться, прокатиться. Но помимо яиц, надо всё-таки брать с собой список литературы. С одной стороны, как бы денег мало. Зарплата с Ютуб следующая будет, в лучшем случае, месяцев через 10. В лучшем случае, через 11. Какой-то там дневной работы у меня денежной нету. Но Лёля купила вообще-то. Спасибо пятёрочной карте. Так бы у меня вышло на 700 с чем-то. Я вообще думала, что у меня где-то на 1900 выйдет. Потом подхожу к кассе, у меня там вышло уже на 1700. Я, значит, протягиваю свою карту пятёрочную. Мне внезапно это всё обошлось в 1418 рублей 33 копейки. А что я тут купила? Я вообще овер дофига всего купила. Короче, у меня как бы есть пакет, который на полу. И есть ещё сумка, из которой я уже всё достала. Я купила себе винограда. Как-то я похожий зелёный покупала виноград у нас в магните. И он такой был, ну, вообще никакой. Я его в большей части пустила на смузи. И какую-то часть от безысходности слопала, пока смотрела какое-то аниме с фоном. Тоже из Индии, походу, делал один и тот же. Надеюсь, он всё-таки более вкусный, чем тот, который я месяца полтора много покупала. Он был по 199. Или по 189. Короче, видимо, я смотрела на одну цену, но оказалась это другая цена. Этот виноград был по той же цене, как он есть. Карта на него не действовала. 189 рублей 99 копеек. Короче, 190 рублей без копейки. Тут практически всё идёт. Да, тут всё практически идёт в прямом смысле. С 99 на конце. Поэтому я буду просто округлять, а вы вычитайте своими мозгами одну копейку. В общем, он у меня вышел на 660 грамм. 125 рублей 39 копеек. Я увидела консерву. Дабла флот. С 1911 года. Сардина Тихоокеанская. Васи натуральная. Я много раз видела эту Васи и всё как-то не покупала. Тут что-то увидела. Она по карте, цена по карте пятёрочной была как-то меньше. И выглядела как скидка. Я её взяла. И у неё состав хороший. Короче, сардина Тихоокеанская. Васи. Соль поваренная пищевая. Специи. Перец чёрный. Лавровый рис. Всё. Ничего другого. Причём у этого же Добла флота. Я видела сельдь. Добра флот. Ладно, а то скажут, что я тут картавлю. И вот сельдь, которую я покупала у какой-то другой фирмы, она была нормальная. А тут была с каким-то неизвестным маслом. Чё так вот спрыгнуть? Буйно так. Киша, я знаю, что ты хочешь кое-что скоммунизить, но пока рано ещё. Тебе, возможно, потом перепадёт. Я даже не уверена, что это есть. Боже, так, где у нас это сельдь? Селёдочка. Сардиночка, точнее. 245 грамм в баночке. 60 рублей она. Ну, слушайте, выглядела она 59,99 и так и цепляла её купить. В принципе, нормальная цена за 60 рублей с ключом. Чаще подороже бывает. Последний раз я с ключом покупала за 65 рублей. Ну, многие знают, как я открываю консервные банки. У кого крепкие нервы и хочется узнать, гляньте ролик. Так, возможно, в плейлисте о вкусной и здоровой пище я там готовлю суп из куриной консервы. Где-то 2016, наверное, год. В общем, то, про что я говорила. Вот как бы денег нету, но увидела. Ну, как я могла не купить? Я его крайне редко вижу. У меня последний раз этот код был, вообще не знаю, может, год назад, если не больше. У него вот эта вот штучка, я тут от баночки, в которой уже когда-то был код, и что-то другое лежит. Отсобачила, значит, эту штучку. Ну, когда-то начала отсобачивать, и тут до конца отсобачила. Это практически досочка, по которой проехал поезд. Вот когда мы маленькие были, наш дедушка мне и сестре показывал. Ну, значит, у нас там поезд на механке иногда ездил ещё на тот момент. И рельсы были, и шпалы были. И до сих пор это есть, но поезд уже не ездит. И я не на механке. Короче, он подкладывал под поезд такую небольшую деревяшечку, поезд проедет, она такая. Это не фанерка, но ближе к тому. Я думаю, что это панбуковая, тоненькая. Такая вот дощечка с другой стороны. Короче, это кода Бусида. Я не помню, есть у меня отдельный апеллорис кофе. Ну, есть, по-моему, и там вот как раз, по большей части я Бусида обозреваю. Тогда я называла его Бушида, потому что я ещё не знала, что есть разница Романдзи и Поливанова. И вот по Романдзи он выглядит как Бушида, а звучит всё-таки Бусида по Поливанову. Бусида кода, кофе растворимый, молотый, точнее, растворимый, марабика. Сделан 14 ноября прошлого года и до 29 октября 2022 года. Это, как мне ещё моя подруга говорила, изначально японский кофе. Но сейчас его уже делает Швеция или Швейцария. Или вообще чёрная кто. Ну, делают его как бы... Да, Швейцария его сейчас делает. И для Японии, соответственно. Ну и... Иногда Италия бывает. Вот. Путь самурая, блин. Премиум. Инсутанто. Кохи. Диапан. Нихон. Бест. Короче, мой любимый кофе. Мне раньше очень нравился Лайт Катана Бусида. Розовенький такой. А ещё, когда узнала вот этот вот... Ну, они разные как бы. Лайт Катана, он очень лёгкий. А этот настолько бархатный такой, крутой. У меня сейчас есть в зёрнах Ред Бусида и молотый Ред... Ну, в смысле, вот такой же растворимый в баночке Ред Бусида. Я тут человека даже, который меня красила. Ну, до того, как меня покрасили, угостила. Человек проникся. Женька. Короче, вот, он сейчас в пятёрке по 340... Нет, пардон, или по 440. Сейчас узнаю, короче. По 390 я покупала Ред в пятёрке как-то по скидке. Или в Дикси даже. Нет, я тут Бусида. Да, вот Бусида. 440 рублей. Ну, слушайте, 440 рублей или 800, 700 или сколько он там где-нибудь за 600 можно найти. Вообще, я не устояла. Я так увидела, думала, кофе. Кофе, кофе. Ничего, что я пью как бы ячмень в последнее время, но иногда я пью и Бусида. Просто был такой момент, что я как-то оригинал Бусида выпила меньше, чем за месяц баночку. Как-то вот меня так это... Я поняла, что надо как-то поменьше кофе пить. Или пить, но тот, который я раньше пила. Ещё я сначала хотела его купить, потом передумала. Потом, блин, я же так давно его не видела. Один раз купила у нас в магните, по какой-то там как бы скидке, может быть, за ту же цену, что сейчас. Но больше я его не видела. Я его один раз видела в высшей лиге, но там оно ушло по удивительной цене. Но если у вас есть карта клиента этой высшей лиги, у меня нет карты высшей лиги. Без карты он стоил как-то... Меня жаба душила за 160 рублей такую бутылку покупать. Короче, это Мистер Рика. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное с авокадо. Один литр. Оно такое шикарное. Его хорошо в салатах, на нём хорошо жарить. Вообще, я его... Короче, я его люблю. Это Ода масло. Это признание любви маслою Мистер Рика подсолнечное с авокадо. В пятёрке оно сейчас идёт по скидке. Масло ты где? Блин, масло, 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 масло. Ты где? Вот масло. 90 рублей. Ну, одну копеечку вы считаете. Вот такая интересная как бы цена. Так, у меня тут вообще практически камера разряжена. Но я постараюсь быстренько сейчас уже не говорить никаких ход. В общем, яйца, которые я купила. Там были яйца 22-го числа. Были яйца 21-го. Ну, вот этот, по-моему, С1, как бы первой сорти, так поняла. Да, вот пищевые, столовые, куриные яйца. Красная цена. Я вообще не знала, что у красной цены теперь есть яйца. Я в пятёрке-то редко бываю. Яйца вы где? Яйца. С1 10 штук. 60 рублей. Ну, вот яйца. Евелина говорила, что какой-то чувак снимает ролики готовки еды из продуктов красная цена и каждый день. Мне кажется, что разницы как бы нету. Просто оно как бы более дешёвая, менее не распонтованная марка. Потому что есть производители, которые делают молоко сами по себе, как бы для своей марки. Вот в Магните продаётся, там тот же торжок, вот делают у него отличное молоко. Но также этот же торжок делает молоко для каждого дня. Я к тому, что как бы нормальные, адекватные люди, если хотят сэкономить, а скидки в принципе любят практически все. Я не знаю, может кто-то их не любит. Я к тому, что нормальные люди, если есть разница за 100 с чем-то купить горошек зелёный, ну не горошек, перец. Или за 45 купить тот же перец. Если кого-то напрягает, что там крупные кусочки иногда попадают и хочется очень мелко. Вот мне напрягают очень мелкие кусочки. Я иногда покупаю замороженные овощи, иногда по скидке, иногда так вот. Бывает, в Магните хочется просто. И там иногда так мелко всё порублено, что как-то ощущение, будто это кто-то, извините, не переварил и обратно отправил. Мне больше нравятся крупные кусочки, так что кому как. Вот кому-то идёт каждый день, потому что там есть действительно нормальные продукты, а есть какое-то говно. Ну, у раскрученной фирмы тоже есть говно. Короче, так как мне предстоит по собственному желанию, потому что вот месяц так прошёл, ну, может, чуть меньше месяца. Две недели была недееспособная в плане тайпа клина, перевода. Сегодня я делаю цветок после того, как покушаю после ролика. А завтра я собираюсь в понедельник-тольник переводить тарта. Она историческая. Да, я в исторические манги почему-то всегда хочу кушать много. И иногда сладковая, но как-то ниги нет. Кладывается, в мозги идёт. Я так немножко разошлась. После того, как увидела кофе, думаю, ладно уж. Надо иногда побаловать. Сладкий снег, маршмеллоу. Для кофе и десертов. Я, конечно, когда-нибудь себе снова делаю маршмеллоу. Ну, нормальный состав. Я смотрела, чтобы не было консерванта 220 и пальмового масла. Их не было. Маршмеллоу, ты где? Блин, так серенько всё. Только всяких конфеток тут. Маршмеллоу. А, вот он. 150 грамм 80 рублей. Почему-то он по-другому назовёл. Чеки. Я купила говядину. Я как бы одно время очень любила говядину, не могла есть свинину. Потом было наоборот. Сейчас я уже не знаю как, потому что я иногда покупаю фарш 50 на 50. Кстати, я всегда смотрю на состав фарша. У меня там кто-то в комментах к какому-то ролику с едой попоболил, что я, значит, обязательно куплю какую-то хрень. Видимо, человек меня плохо смотрел. Либо не знаю, чем слушал. Короче, я купила... Я видела эту говядину у нас в магните по какой-то тоже скидке. Но тут скидка была как-то интереснее. Говядина, ты где? Тут целый килограмм, кстати. Говядина-рагуша 60 рублей. Я сделаю, может быть, её запас с тушёной картошкой. Конечно, вряд ли всю, но на пару раз разведу. Я только в морозилке как-то утрамбовать, чтобы туда хотя бы часть говядины влезла. Вот я тут как-то всякого мяса накупила. Я вообще из-за мороженых. Купила себе сыр беребеевский. Природа вкусного сыра. Беребеевский сыр. Ну, там этот какой-то краситель и она-то, и какой-то консервант небольшой. Вот так вот. То есть, из всякой химии. Но от безысходности как бы сойдёт. Я решила, что можно. Это самый лучший был сыр из всех, которые я там видела. Где у нас тут сыр? Тише это мясо, не надо его трогать. Я понимаю, что ты это чувствуешь как бы. Так, сыр, короче, 300 грамм, 155 рублей. Вычитайте копейку. Он шёл по скидке. По-моему, он шёл именно вот как по карте пятёрочной. Рука тянется, достаёт конфетки. Кстати, советую. Очень вкусные конфетки. Там были в коробочках некоторые из них. Я знаю, что они бывают на разрез. На разрез намного дешевле. Покупать это самарский кондитер. Абрикос в шоколаде с миндалём. Которые вот эти фрукты целиком в шоколаде, они без пальмового масла и прочей фигни. Очень хороший, отличный состав. А бывают такие, где всё вот это перемолотое. Тот же чернослив, допустим, как бы типа желе. И вот там уже сера. Вот это 220. Ещё какой-то заменитель. Какая-то уже в парашку. В общем. Но по большей части у самарского кондитера очень вкусные конфеты. Я их люблю. Я как-то покупала. Товарищу скидывала, наверное, в первой посылке с конфетами. Или со второй, фиг знает. Ну, короче, в Японию. Ну, мне очень нравится. Так. Первая, возможно. Где ты тут? Так. Это абрикос, да? 460 рублей за килограмм. 170 грамм. 78, 20 у меня вышло. Они были чисто, как бы, сама по себе цена. Там никакой скидки. Вот тут чернослив. Тут поменьше конфеток. Но мне просто, как бы, я не помню, что конкретно мне нравилось. Но три вида таких вот я как-то покупала. Периодически, если их вижу, стараюсь покупать. Что-то пробзякала. Где же что-то тут? Чернослив тоже. В общем, они все идут. Вот 460 рублей за килограмм. Чернослив у меня 110 грамм. Вышел на 50 рублей 60 копеек. И вот финики. Я их постараюсь сейчас тоже рукой достать. Финики в шоколаде. 185 грамм, пардон. 85 рублей 10 копеек. Какие финики. Это вообще бананы. Вот финики. Финики в шоколаде. Тоже с миндалем. Вообще очень классно. Вкусные. Советую. Я как бы очень редко сейчас сладкое покупаю. Сама тоже крайне редко делаю. Но иногда вот хочется такого чего-то. И причем я стараюсь сейчас уже на сока выбираю. Из кучи всего я выберу. В лучшем случае. Допустим 10 шоколадок. Я выберу только вот одну. И то с натягом. Ну не 100% что я куплю. Или там из кучи конфет. Я придираю к составу. Кто не знает. Вот теперь знаете. Ну и просто если вот есть какие-то мои любимчики. Если я их вижу. То я стараюсь их покупать. Вот именно тогда, когда мне хочется сладкого. Вот мне сегодня утром хотелось сладкого. Потому что у меня остались только карамелек 7. Мечта и фея. Вот этот Ротфронт. Такие советские еще бывали. И все. Еще какое-то печенье, которое я когда-то там делала. И остатки были роскоши. Ну не считая меда, варенья и сахара. А тут у нас чернослив тоже с миндалем. Кстати, вот эти все они с миндалем. И чернослив, и финик, и абрикос. Так, и я увидела, как-то покупала. Это же по-моему в инстаграм выкладывала давно еще. Может быть на ютуб видео обозревала в каком-нибудь там обзоре еды. Это у нас баунти райский ананас. За килограмм 636 рублей. У меня вышло на 130 грамм 82 рубля 68 копеек. Вот. По конфетам так, в бумажечке. Банан я увидела. Он на 3 что ли рубля или на 5 вообще дешевле, чем у нас в магните. Хотя у меня есть бананы, и некоторые из них вот уже перезрелые практически. Сегодня у меня случилось несчастье, еда умерла. Пришлось в темпе вальса делать смузи, бананы и облепиха у меня там замороженная была. И вот у меня остались такие бананы, которые еще чуть-чуть и перезреют. И вот теперь еще один банан будет. Просто как-то не удержалось. Бананы 70. Вот уже облом. Потому что цена в пятерке была. Они недавно писали на мыло, напишите нам, если у вас вдруг цена другая. Вот только в чеке увидела. На ценнике была цена с датой. Ну как бы, что вот оно еще действует. 68 рублей килограмм. Бананы 76 рублей. 190 грамм у меня банан вышел. И 14 рублей 44 копейки. Ну ладно, у меня все-таки была скидка по карте. Но будьте внимательны, люди. В пятерке вас могут обмануть. Попробуем говорить цивильным языком. Без всякого мата. Ну и в общем, мне захотелось творожка. Я купила красная цена. Творог обезжиренный 180 грамм. На ценнике он был 36. Сейчас узнаем, сколько он здесь стоит. Ну 36 копейками. 37, короче, рублей без копейки. Вот он тут тоже 37 рублей без копейки. Ну и я вроде тут все проговорила. Что я за что заплатила. Что где по весу было и что где вообще. Ну и снова напомню. 1418 рублей 33 копейки. Где-то 30 с чем-то. А то у меня вот была как раз скидка по карте пятерки. Так что в принципе, если у вас есть карта пятерки. И вы видите какие-то скидки. Желтые ценники. Обычно там крупная цена вот по карте пятерки. Мелкая. Это та, которая без карты. Ну и сами просто желтые ценники типа скидки. Ну и вот конфеты тут внезапно. Правда под Новый год я как-то покупала. Последний раз я как раз покупала их, по-моему, под Новый год. Эти конфеты. Они были что-то под 230 рублей за килограмм. Ну, тогда я попала случайно под акцию. На следующий день пришла. Уже их не было. Эти конфеты. Тиша, ты эти конфеты есть не будешь. А мясо у меня у штатива стоит. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok